Включить автомат КФ-8, батарея и нагрузка КФ-7. Далее, если отсутствует сжатый воздух, необходимо включить спом-компрессор. В спом-компрессор должно быть включено АЗВ, спом-компрессор на панели автоматов. Если спом-компрессор не запускается по какой-либо причине или большое давление воздуха, необходимо выпустить воздух из магистрали токоприемников. Для этого надо подойти, перекрыть доступ воздуха к токоприемникам, и после этого открыть, спом-компрессор должен включиться. Вот, спом-гвессор включился. Но так как давление у нас воздуха в ГВ соответствует норме, компрессор не качает. Еще необходимо иметь запас сжатого воздуха в запасном резервуаре. Вот у нас манометр запасного резервуара и кран, который перекрывается. Для этого необходимо пополнять, открывая кран при работающих компрессорах. Здесь будет подниматься давление до давления в главных резервуарах. После этого перекрывать. ТЧМП должен следить за наличием воздуха в запасном резервуаре. После того, как компрессор накачает необходимое количество воздуха в ГВ, это около 4 атмосфер, 3,8,4. После этого необходимо при включенной батарее зайти в камину на пульте машиниста, включить поднять токоприемник. Для этого необходимо убедиться, что токоприемник готов к поднятию и гореть синим светом на мониторе в суд. Поднимаем токоприемник. У нас будет моргать лампа зеленым светом, пока он не поднимется. После того, как токоприемник поднимется, лампа будет гореть зеленым светом, кольцо вокруг этого. Токоприемник поднят. Загорелось зеленый квадратик токоприемника. После этого ГВ тоже готово к включению. То есть загорелся квадратик синим цветом. Включаем ГВ. ГВ включился Электровоз готов После чего Базовые компрессоры На ИП-20 Работают поочередно С 7,5 Включается при 7,5 Давление у главных резервов Питательной маэстрали Отключается при 9 Если давление Менее 7,5 То есть когда мы поднимаем Электровоз Приводим в горячее состояние Качаем снова с нуля До 7,5 Будет качать 2 компрессора После того, как достигнет давления 7,5 Работает один компрессор Работает поочередно При нажатии на кнопку подкачка воздуха Будут работать 2 компрессора Больше чуть Все, 2 компрессора работают Для смены кабины управления Необходимо Перевести ручку крана 130 В шестое положение Разрядить тормозное аэстро Ручку крана 224 Перевести в четвертое положение Наполнить тормозные цилиндры Необходимо Включить стояночный тормоз Для этого Приводим положение Накачать воздух Главный резервуар Ты скажи, что стояночный Нажал, что здесь При включении стояночного тормоза На мониторе МСУД загорится АСТ красным Давление 0 атмосфер АСТ В стояночном тормозе Вытаскиваем реверсив Нажимая на кнопку сброс Вытаскиваем реверсив Так, накачали воздух Главный резервуар Выключаем ГВ Опускаем ТК-приемник Далее Ключ систем управления Переводим Первое положение Дальше выключаем Систем управления Дожидаемся Пока погаснут Кнопки на пульте После погасания кнопок Мы таскиваем ключ ВСУ Выключаем первое положение Полностью выключаем Вынимаем ключ Идем В другую кабинет После перехода в другую кабину Включаем ключ ВСУ Первое положение Затем во второе Вставляем Реверсивную панетку Положение вперед Включаем ключ Систем управления Первое положение Характерный щелчок У нас включилась СА3 Второе положение Дожидаемся Пока у нас Засветится Монитор МСУ И ТК-приемники Будут готовы Поднять ее Это где-то будет происходить В течении Двух-трех минут Моргает лампочка Восстановления защиты Сейчас мы прочитаем Что у нас там Не включено Вот Выбросил транспорт Внимание Отключена система пожаротушения Мы прочитали Квитировали Дальше Внимание Барс Не выключено ЗВ-73 Цепь защиты от вьюза Находится в выключенном положении Но При маневровых Передвижениях Его обычно выключают Для его включения Необходимо прийти Неченький автомат СВ-73 Цепь защиты от вьюза СВ-73 При поездном положении Должен быть включен Включили Нажали кнопочку Остановления защиты Все потухло У нас на этом Все ТК-приемники у нас готовы Поднимаем Поднимаем ТК-приемник задний Надо еще визуально Убедиться В поднятии ТК-приемника ТК-приемник Зарядит зеленым светом ГВ готово к включению Включаем ГВ ГВ Включен Дальше Компрессор начинает работать автоматически Дальше что мы должны зарядить тормозную маестра Ставим ручку в первое положение Во второе положение Заряжается тормозная маестра И выключаем АПК Для включения АПК необходимо Утопить ключ И повернуть Влево АПК выключен Ну и отпускаем стояночный тормоз Все АСТ у нас светится зеленым светом Давление в АСТ 5,5 атмосфер Должно быть не менее 5,2 Все Тормозная маестра заряжена Ветровод затолк движения Далее После зарядки тормозной маестра Необходимо Провод тормоза Да? После смены кабины Отпускаем кран 224 Производим разрядку тормозной маестра 05-06 Ставим четвертое положение Тормозная маестра Тормозная маестра Ну еще не полностью Просто зарядилась 06 Показывает 06 Показываем Отпускаем тормоза В первом положении Ставим второе Первое положение Само возврата Тормоза Готов Движение Поехали Для перевода Литровоза Из Горячего Режима В поездной Режим Производят следующее действие В обратном порядке Движение Aх 2 3 3 4 2 Что он нам выдает на мониторе? На мониторе выдает. Внимание, положение крана не соответствует вырону движению поезда. У нас же включен горячий режим, значит надо перейти поездной. Все, поездной режим подтверждаем, то есть квитируем. У нас поездное положение. Далее, если перейти для следования без АПК, то есть вышел из строя АПК, там не соответствует сигнала, пищит, свистит, для этого необходимо. Перекрыть краны АПК. Ну и дальше на мониторе. Перекрыть кран АПК и далее выйти в кадр диагностика, КТО, положение кранов. Поездной положитель сгорелось у нас красным, то есть ехать не даст. Посмотрим, что у нас неправильно. У нас перекрыт кран АПК. Если мы это сделали сами, значит надо подтвердить. Вот есть у нас выключение АПК. Все, мы можем ехать без АПК. У нас был включен, маневровывается. Все, электровоз у нас едет, готов движение. Дальше, если АПК перевести в поездное положение, выключаем на КТО, открываем кран АПК. В обратном поездном поезду. Вот поездное положение крана. И переходим в поездную ремонт. Что нам пишут? Внимание, ЭПК не выключен из работы. То есть вас предупреждают, что у нас без ЭПК включен, да? А он нам пишет, что кран на месте. Снова входим в диагностику, КТО, положение кранов и выходим в поездное положение. Так, вот, нажать на ЭПК и на поездное. Она сейчас еще будет гореть у нас красным, но электровоз будет ехать. Он потом потух. Смотрим. Все, машина едет. Так, при необходимости перекрыть какой-либо кран, если у нас вышел из строя какой-то тормозной цилиндр, там задуло, да? Ну, кстати, вот скажем, как был случай с Мамсовым, да, с поездом 11. У него был неисправен, неисправность датчика крана КРШ-6, потому что на каждом кране у нас стоят магнитные датчики, которые при перекрытии крана, они выводят литровоз из работы. Вот, например, нам, это, и какой-то датчик неисправен, тоже КРШ-6 сейчас возьмем. Или у нас мы перекрыли кран. Как уехать с перекрытым краном? Идем на комплекс тормозного оборудования. Перекрываем кран первого цилиндра КРШ-6. Так. Перекрыли кран, да? Пытаемся уехать. Что он нам покажет? Набираем тягу, собираем. Все. Литровоз не готов к движению. Что он нам пишет? Внимание, тяга задана при давлении. Ну-то ладно, другое. Смотрим, что еще он нам написал. Тяга не задана. Положение крана не соответствует режиму движения составом резервов. Перейдите на кадр положения крана. Для этого входим в диагностику, КТО, положение крана. Смотрим, что у нас. КРШ-6 перекрыт, да? Отключение первой тележки. Но если мы перекрыли сами, нам надо уехать. Для этого есть нештатный режим. Нажимаем нештатный режим. Загорелся синим. Он должен загореться зеленым. Подтверждаем. Все, загорелся зеленым. Тяга не задана в тормозных цилиндрах. Ноль. Нажмите, он дальше вам пишет. Нажмите кропку сброс КМГ. Нажимаем. Подтверждаем. Опять. Все. Литровоз готов к движению. Переходим в главный кадр. Отпускаем 224-й кран. И пытаемся ехать. Машина едет. Сброс. Ворочаем назад. То есть открываем кран КРШ-6. Входим в диагностику. КТО. Положение крана. Убираем нештатный режим. Поездной режим. Все. Включен поездной режим. Пробуем ехать. При давлении в тормозных цилиндрах более 1,2. У нас будет высвечиваться, что набрана тяга при давлении тормозных цилиндров. Раньше более 1,2 литровозы не ехали. Блокировалась тяга. А сейчас перешили едет. Все. Литровоз в рабочем состоянии. Что мы можем еще посмотреть здесь в кадре. Вот. Нажимаем диагностика. Система управления. Ну по системе управления здесь показывают, что включено, что выключено. В данный момент выключен букс у нас, да? И УСАВП. То есть не включены. Остальное все у нас дальше. Ворачиваемся в кадр. Силовая схема. Силовая схема. Что здесь показывает в силовой схеме? Нас показывает, что разведитель, крышу и включены. Такоприемник поднят. Задник. Второй такоприемник. Передний готов к поднятию, да? Эти два такоприемника постоянно только они не выключены. То есть не готовы к поднятию. ГВ у нас включен. В данный момент ГВ, да? БВ выключен. ПРТ. Переключение рудотока. То есть в рабочем состоянии. И все, что будет в нерабочем состоянии или положении, будет светиться в красном. Да, будет светиться в красном. Если нам необходимо отключить какой-то такоприемник, да? То есть выключить разъединитель. Они у нас называются КС-1, КС-2. Смотрим в кадре внизу. Управление КС. Нажимаем. Управление КС. Почему они у нас не светятся? Нажимаем управление КС. Здесь должно высветиться управление КС-1, управление КС-2. Нажимаем. КС... Нужно выключить первый, да? Нажимаем КС-1. Он отключается, загорается. Вернее, не горит никаким светом. И здесь уже будет написано, включить КС-1. Если нужно будет включить, нажимаем на одним кнопку. В данном случае, Ф-2. Если нужно второй выключить, тут будет второй разъединитель. Нажимаем. Это отключается, не горит никаким светом. И вот здесь, под Ф-3, будет уже гореть включить. Чтобы включить, нажать на кнопку Ф-3. Они включатся, а потом выходим с этого. Почему они не засветятся? Павел, потому что... Отключаем при опущенном такоприемнике данный разъединитель. Сейчас, а ладно. Выключаем. И они сейчас появиться должны. Ты снимаешь? Отключение разъединителя происходит при опущенном такоприемнике. Вот при опущенном такоприемнике, нажимаем управление КС. Вот они у нас появились. КС-1, КС-2. Вот так выключать не будем, они примерзают у нас. Нажимаем, отключить КС-1. Он отключается, не горит никаким светом. И здесь появляется включить его. То же самое КС-2. Потом включаем здесь их. Все, управление КС-2 выходим. Что мы можем посмотреть еще в кадре? Нажимаем термоконтроль. В кадре термоконтроль у нас показывает, если, например, высвечивается у нас, выкидывает транспарант, перегрев там или БТР, блока тормозных резисторов, или какого-то двигателя, или буксы. Надо войти в кадр термоконтроль и посмотреть. То есть, здесь в данный момент все в норме, перегрева никакого нет. Буксовые подшипники все, минус 25 показывает в норме. Все у нас в данный момент в норме. Если по какой-то причине будет отключаться тяга, то есть, будет идти перегрев или БТР, или чего-то, необходимо войти в кадр термоконтроль. Если у нас здесь все в норме, а тяга блокируется, значит, нужно необходимо открыть вот эту дверцу. И вот здесь отключить фишечку. Вот она. Это мы отключаем датчики, но только при условии, что у нас все в норме. Фишка левая? Да, левую фишку. Нижняя, левая, нижняя. Левая фишка, да, фишка нижняя. При условии, что здесь все в норме. Тогда литроволосно. Далее. Отмена. Блок управления грибесмазывателем. Он сейчас, в данный момент, выключен. Нет связи с ним. Вот выпрямительный преобразователь. Что мы видим в выпрямительный преобразователь? Сейчас поднимем электроволос. Поднимаем такоприемник. Все, так и время поднят. Включаем ГВ. ГВ разомкнут. Значит поспешили мы. Нет, это РРМ-Т. Так, ГВ готов. Включаем. Опять аварийно разомкнут. Что такое? Давай, тут у нас вакуумное ГВ дадим ему наполниться нормально. И потом включим, не спеша. Сверхуумное ГВ. Сверху включен, далее смотрим. Входим в диагностику, ВПР, смотрим, что у нас ВПР, да, здесь у нас 4 линии ВПР, то есть от каждой линии питаются свои какие-то аппараты, если при выходе из строя какого-то канала, то есть 4 канала, да, например, при выходе из строя первого канала у нас отключится ГВ, после чего нужно включить ГВ и сюда посмотреть. Здесь будет, короче, первый канал будет работать от второго, то есть будет происходить его резервирование через этот самый, и первый канал у вас будет работать уже на полную мощность, то есть не с частотой 50 Г, в зависимости от тока и температуры, а будет работать на полную мощность. То же самое, если накроется второй канал, он будет резервироваться от первого канала, третий канал также будет резервироваться от четвертого канала, если выйдет четвертый, то от третьего канала. Но если у нас накроются оба канала, первый и второй, то литровоз заблокирует тягу, ехать уже не будет, потому что уже резервирование происходить не будет, или третий и четвертый вместе. Какой-то из них, например, первый и четвертый накрылись, то они будут резервироваться от второго и от третьего, если два эти, то они уже работать не будут. Дальше. ИПЦУ, это источник питания цепей управления, то есть все у нас в норме, все работает. Барс, это блок управления грибистой, это самая противо-юзная система, в данный момент она включена. Ну, а посмотреть счетчики, входим в счетчики. Вот здесь мы можем посмотреть ягварь, рекуперацию и отопление будет. Светятся, потому что... Отключаем при опущенном токоприемнике данный разъединитель. Вот я сейчас, выключаю, и они сейчас появиться должны. Ты снимаешь? Отключение разъединителя происходит при опущенном токоприемнике. Вот при опущенном токоприемнике нажимаем управление КОЭС, вот они у нас появились, КОЭС-1, КОЭС-2. Вот так выключать не будем, они примерзают у нас. Нажимаем, отключить КОЭС-1, он отключается, не горит никаким светом. И здесь появляется включить его. То же самое КОЭС-2. Потом включаем здесь их. Все, управление КОЭС-2, выходим. Что мы можем посмотреть еще в кадре? Мы нажимаем. Термоконтроль. В кадре термоконтроль у нас показывает, если, например, высвечивается у нас, выкидывает транспарант, перегрев там или БТР, блока тормозных резисторов, или какого-то двигателя, или буксы. Надо войти в кадр термоконтроль и посмотреть. То есть, здесь в данный момент все норме, перегрева никакого нет. Буксовые подшипники все, минус 25 показывает норме. Все у нас в данный момент в норме. Если по какой-то причине будет отключаться тяга, то есть, будет идти перегрев, или БТР, или чего-то, необходимо войти в кадр термоконтроль. Если у нас здесь все в норме, а тяга блокируется, значит, нужно необходимо открыть вот эту дверцу. И вот здесь отключить фишечку. Вот она. Это мы отключаем датчики, но только при условии, что у нас все в норме. Фишка левая? Да, левую фишку. Нижняя, левая, нижняя фишка. Левая фишка, да, фишка нижняя. При условии, что здесь все в норме. Тогда электровоз. Далее, отмена. Блок управления грибесмазывателем, он сейчас в данный момент выключен, нет связи с ним. Вот выпрямительный преобразователь. Что мы видим выпрямительный преобразователь? Сейчас поднимем электровоз. Поднимаем токоприемник. Все, токоприемник поднят. Включаем ГВ. Варийный разомтан, значит поспешили мы. Нет, это РРМТ-пробузно. Сейчас. Так, ГВ готов. Включаем. Опять аварийный разомтан. Что такое? Давай, тут у нас вакуумное ГВ дадим ему наполнится нормально. И потом включим, не спеша. Не хватит. Все, ГВ включен. Далее смотрим. Входим в диагностику. ВПР. Смотрим, что у нас ВПР, да? Здесь у нас 4 линии ВПР. То есть, каждая от каждой линии питается свои какие-то аппараты. Если при выходе из строя какого-то канала, то есть, 4 канала, да? Например, при выходе из строя первого канала, у нас отключится ГВ. После чего нужно включить ГВ. И сюда посмотреть. Здесь будет, короче, первый канал будет работать от второго. То есть, будет происходить его резервирование. Через этот самый. И первый канал у вас будет работать уже на полную мощность. То есть, не с частотой 50 Гц, как они, в зависимости от тока и температуры. А будет работать на полную мощность. То же самое, если накроется второй канал, он будет резервироваться от первого канала. Третий канал также будет резервироваться от четвертого канала. Если выйдет четвертый, то от третьего канала. Но если у нас накроются оба канала, первый и второй, то литровоз заблокирует тягу, ехать уже не будет. Потому что уже резервирование происходить не будет. Или третий и четвертый вместе. Какой-то из них, например, первый и четвертый накроется, то они будут резервироваться от второго и от третьего. Если два эти, то они уже работать не будут. Дальше. ИПЦУ, это источник питания цепи управления. То есть, все у нас в норме, все работает. Барс, это блок управления грядиста, это самая противоюзная система. В данный момент она включена. Ну, а посмотреть счетчики. Входим в счетчики. Вот здесь мы можем посмотреть ягуру, рекуперацию и отопление будет. Если вышел из строя блок, необходимо на мониторе нажать кнопочку «Блок». Здесь выдаст. Все, то же самое выдает. Вот так же у нас моргает. Здесь КПМ, часы не включены. Обязательно часы надо включать. Все ясно, да? Да, да. Возвращаемся назад, главный кадр. При необходимости перейти на резервное управление краном, если вышел из строя кран 130-й, необходимо при отсутствии тормозов, да, остановить поезд рукояткой. Экстренное торможение. 200-й кран, шестое положение, 130-й. После разрядки тормозной магистрали. Так, перекрываем кран КН-15, кабина номер 1. Или КН-14, кабина номер 2. Ну, то же самое, если вышел из строя кран 224-й. Тоже перекрываем КН-32 для 224-го крана. Потом. Все, на КТО выключаем автомат крана 130-го и 224-го. И перекрываем уравнительный резервуар. Это для крана 130-го. Это для крана 130-го, это для 224-го. Вот у нас уже пошла зарядка от кранов вспомогательного, то есть резервного цепи управления. Этот кран у нас уже не действует. Ну, сейчас она отпустит, потому что она тормозная еще не зарядится. Зарядится, отпустит. Вот, зарядилась тормозная магистраль. Отпустит. Управляем краном локомотивным. Если вышел из строя 224-й, вот резервный кран у нас заторможен. Вниз. Ну, поездное и отпуск. То же самое тормозим. Выключаем АПТ и следуем от резервного крана. Вот поездное. Разряжаем, тормозим на 0,6. Ставим среднее поездное. Нужно отпустить. Ставим первое. Вот отпуск. Отпускает темпом служебного торможения тормозим. При необходимости экстренного торможения тормозим кнопкой «Экстренное торможение». Ну, дальше, если назад перейти на краны тоже, тогда открываем эти краны. Перекрываем КН-15 и КН-32. И на КТО ворачиваем все в обратное положение. Закрываем. Радики-резева. Ставим в обратное положение. Пошла зарядка. Все здесь. Все работает и тогда крана уже. При неисправочке стоя ночного тормоза необходимо КАРШ-10 поставить в среднее положение. КАРШ-10 в среднее положение и КАРШ-9 перекрытие КАРШ-9 БТО необходимо выдернуть щеки с стоя ночного тормоза. То есть на всех колесных парах. Они находятся... Шестая колесная пара с левой стороны, пятая справа. И так они до каждой оси находятся. Повыдергивать вниз. Вот она. До щелчка. До щелчка вниз повыдергивать. Это при неисправности стоя ночных. Тормозных цилиндров. Если красная, значит заторможены тормозные цилиндры. На средней тележке у нас есть датчик стоя ночного тормоза и тормозных цилиндров. На крайних тележках только стоя ночных, только тормозных цилиндров. На средней стоя ночного тормоза и тормозных цилиндров. Левый это тормозных цилиндров, правый стоя ночного тормоза. Если отпущен, светится зеленый. Сделание локомотива в холодном состоянии в составе поезда. Для отопления вагонов от головоломого локомотива необходимо перевести рубильник Q4 в положение пролётной маэстрали, то есть отопление от головоломого локомотива. Для этого необходимо войти в штраф А-67. Для того, чтобы войти в штраф А-67, перекрыть рубильник необходимо перекрыть воздух токоприёмником. Опустить локомотив, потом перекрыть воздух токоприёмником, вынуть красный ключ, повернув на 90 градусов, вынимаем красный ключ, идём, заземляем локомотив. Заземляем оборудование. Подходим к шкафу, вот у нас заземлитель. Вставляем красный ключ. Сейчас, секунду. Всё, поворачиваю на 90 градусов, рукодятку на себя и влево на 45 градусов. Всё, повернули. Вынимаем зелёный ключ, повернув его на 90 градусов, вынули. Идём, заземляем ГВ. Подходим к ГВ. Вот у нас ключ заземления ГВ. Открываем сам ГВ, выставляем ключ в замкодержатель, поворачиваем на 360 градусов и далее вместе с замкодержателем поворачиваем на 90 градусов. Повернули. Ключ остаётся здесь. Берём рукоятку, заземляем ГВ. Поворачиваем влево до упора. Дальше. Ключ, синий ключ поворачиваем на 360 градусов и вместе с замкодержателем на 90 градусов. Вынимаем ключ синий. Идём. Нужно, необходимо, разглядеть конденсацию. Внизу, в шкафе 60А67, вставляем синий ключ. Поворачиваем на 90 градусов. Вернее, по-моему, на 45, да? Нажимаем кнопку. Ну, эта кнопка пока, короче, ожидаем где-то в течение 4-5 минут, пока при нажатии на кнопку не загорятся две зелёные лампочки вот эти. При нажатии на кнопку будет характерный щелчок, загорятся две зелёные лампочки, то есть конденсаторы разрядились. И только тогда можно повернуть рукоятку влево. Ожидаем. Ну, это где-то около 5 минут. Дождались, когда разрядились конденсаторы, нажимаем на кнопку, загорается две зелёных. Переводим, бросаем кнопку, остаётся в левом положении, вот видите. Дальше, вытаскиваем ключ. Белый ключ. Это у нас ключи от шкафу. Открываем шкаф А67. Снимаем крышку шкафа. Вот он рубильник. Сейчас он стоит в поездном положении отопления, то есть отопление от этого электровоза. При неисправности отопления, или там какой-то контактор какой-то залип или ещё что-нибудь, вот есть среднее положение, это никуда не топим. Вот отопление пролётной магистрали. То есть можно топить сейчас от первого локомотива, но для этого нужно все заземлители привести в обратное положение. Иначе, когда заземлители будут в зазелёном положении, при включении отопления на головном локомотиве будет короткое замыкание. Что мы сейчас видим на мониторе МСУ? Входим в кадр, силовая схема, диагностика, силовая схема, нажимаем и цепи отопления. Вот мы сейчас видим, КУ-4 у нас включен, то есть сделана пролётка и заземлено. Нужно разземлить обязательно, чтобы был пролёт. Остался один только КУ-4, вот это должно быть разземлено. Ну, теперь переводим всё в исходное положение. Ну, я сейчас не вернул ещё. Дальше берём ключ, белый, белый ключ. Нам нужно, например, подняться на крышу, если вдруг неисправим, так и приёмник. Увязать, а то есть, что нужно сделать для этого. Берём белый ключ, вставляем его сюда, переводим в верхнее положение рычажок, достаем оттуда жёлтый ключ. Ну, они уже доста... Идём с жёлтым ключом к люку, который ведёт на крышу. Подходим с жёлтым ключом, вставляем жёлтый ключ, сюда открываем, четырёхгранниками открываем защёлки. Всё, доступ на крышу есть у нас. Теперь переводим всё в обратное положение. Ещё раз повторяю, при переводе в пролётное состояние необходимо, хоть даже и травоз будет опущен, вернуть всё назад. То есть, заземлитель вернуть в исходное положение. Разземлитель и травоз, иначе будет короткий. Всё, возвращаем в положение ключа на нас, пролётка. Вставляем в шкаф. Всё, закрываем. Защёлки. Закрываем. Вынимаем ключ. Ключ вставляем на место. Поворачиваем его на 45 градусов. Нажимаем кнопку. Рубильник возвращаем на место. Дальше вытаскиваем синий ключ. Идём, разъемляем ГВ. Вставляем ключ синий сюда. Поворачиваем на 360 градусов. Всё, на месте. И замкодержатель на 45 градусов, или на 90. Дальше разъемляем ГВ. Разъемлили до упора. Тебе нужно выназемленный ключ. Также на 360 градусов. Всё, вытащили, да? Ну, ключ вставляем на место. Дальше идём, вставляем ключ. Разъемляем оборудование. Вставляем зелёный ключ на место. Поворачиваем его на 90 градусов. Насилием рупильник. В рабочее положение. Вытаскиваем красный ключ. Идём откроем воздух, как так и приёмный. Вот, доступ к воздуху, как так и приёмный. Вот, доступ к воздуху, как так и приёмный. Вставляем ключ на место. Да, это тут, блин, есть. Поворачиваем его на 90 градусов. Открываем доступ к воздуху, как и приёмный. Это у нас перекрывается тифон-свисток. Это такоприёмники. Такоприёмники на постоянном, на переменном токе. После, если у нас произошло такое выключение срыва ПК, или нужно перезапустить блок, нужно переключить АЗВ СФ-55. Выключить, выждать не менее, где-то секунд 15, после этого включить. Для перезапуска систем управления, вот автоматы, СФ-100, 101, 102, 103. Мы их, можно выключать ключом, или можно здесь. Выключать их, перезапускать. Тоже нужно выждать время. Ну, тут ещё какие у нас АЗВ. Это DUSE, СФ-73, BARS, который включается. Так, а приёмники 124 АЗВ. Ну, с АЗВ можно разобраться здесь. Да, ещё вот. Если вдруг при смене кабин управления не запускается, то есть после включения, включая СУ, не загораются лампочки на этом, систему управления можно поставить на аварийное. Тогда всё запустится, включится. Здесь у нас отопление поезда, включается ключ. С-63. Отопление поезда здесь постоянно включено, и включаем на уже с пульта. Вошли в кадр. Диагностика, силовая схема, цепь отопления. Всё у нас, всё на месте. Заземлитель сейчас выключен, Q4 в рабочем положении. Главный кадр поднимаем, так и приёмник. Включаем ГРУ. Один поднялся у нас, поднялся второй. Оба поднялись, ГРУ готова к включению. Пробуем включать ГРУ. ГРУ включен. Можно один опустить. Передний опустим. ГРУ процесс в conduct��стве. Продолжение следует. Продолжение следует...